Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова! Ну что, мои дорогие, завершился проект. Даже не знаю, как его назвать. То ли это декор для дома, то ли это вязаный текстиль, а может быть, это палантин вот такой красоты. Давайте обо всем по порядку. Вы сейчас на мне видите это в виде палантина. Придумайте, кстати, название. Я так и не нашла ему название. Может быть, солнышко, а может быть, еще что-то предложите мне. Итак, этот палантин связан из пряжи Кабле. Прекраснейшая пряжа. Спонсором этого проекта был замечательный магазин Мир Вышивки. В котором у вас есть 5% скидка с промокодами. А тут уж на выбор. Либо Ситникова латинскими буквами, либо на Кириллице своими руками. 5% вам обеспечены. Ну и, конечно же, те скидки, те плюшки, которые есть уже на сайте. Зайдите в этот магазин. Там сейчас действуют дополнительные скидки для вас. Мир Вышивки. От всей души благодарю. Я открыла для себя новую пряжу. И мне хочется еще ее заказать. Что я и сделала для уже следующего проекта. Потому что получается, что у меня 2 проекта из этой пряжи. А может быть, 3. Ну, в общем, сами посчитайте. Итак, давайте немножко расскажу об этой красоте. Давайте сейчас будем говорить как о палантине, который потом превратится в домашний текстиль и превратится в дорожку на диван. И там у меня за стеной на кухне ждут еще 2 подушки, которые я связала, довязала. Вернее, 2 наволочки на 2 громадные диванные подушки. Помните, как-то я рассказывала вам, что я отрезала пуговицы от этих подушек и на диване, и на матрасе. И не нашла такую длинную иглу. Я не знаю, как эта игла называется. Короче, для корректной стяжки, чтобы потом на место поставить эти пуговицы. В общем, она мне уже не нужна. Получился замечательный комплект на наш диван на кухне. Это просто прелесть прелестная. А как же приятно на нем сидеть. Ну, об этом немножко позже. А сейчас об этом палантине. Посмотрите, какая красота. Я не знаю, хватит ли мне места. Ну, давайте отойду вот сюда. Сейчас мы это кресло уберем. Вот так вот это смотрится. Красота красивая. Этот палантин будет вам незаменимой вещью в отпуске, если вы собираетесь куда-то на море. Как раз идет осень, бархатный сезон, и уже прохладными стали вечер, утро. А так хочется светить рассвет, встретить рассвет, проводить закат. И этот палантин украсит вас. И, скорее всего, вы украсите то место, в котором будете находиться. Неважно где. Может быть, вы любите прогулки, как и я, по очень раннему морскому берегу. Когда вот только-только всходит солнышко, когда еще очень мало народу. Вот эта тишина, покой на море. И, ой, я не знаю, это неописуемое чувство. У меня было несколько раз такое в жизни. Не знаю, когда теперь это повторится в связи с нашим переездом. Потому что сейчас огород, дела. Ну, я думаю, что когда-нибудь все-таки мы съездим и на море. Может быть, это будет какая-то страна теплая. Таиланд, допустим, где зимой тепло. Чтобы, ну, когда нет огорода. В общем, что-нибудь придумаем. Ну, а вы, если собираетесь в отпуск, конечно же, это просто незаменимая вещь. Значит, что, сколько весит этот палантин? Давайте округлим без 10 грамм 700. 700 грамм. Здесь 14 вот таких квадратных мотивов, которые сначала навязываются, а потом между собой сшиваются столбиками без накида. Вот такой мотив. Это уже следующий проект. Кстати, вот на этот проект я докупала пряжу на Озоне. И мне поступил комментарий, типа того, что вот вы рекламируете вам пряжи на обзор, а есть дешевле. Друзья, я не против. Если есть дешевле, покупайте, конечно же, дешевле. Но я, например, дешевле не нашла. На Озоне вот эта пряжа, цвет суровый, я отдала 1240 рублей за 5 вот таких штук. 1240 рублей. В мире вышивки сейчас это стоит, по-моему, 897 рублей. Так что вот почувствуйте, что называется разницу. Может быть, конечно, у вас есть рукодельные магазины, как вы мне писали, в 5 раз дешевле. Да вы в своем ли уме, в какие 5 раз? Вы посчитайте эту сумму разделить на 5, вы посчитайте, сколько же у вас стоит пряжа. А нет, лучше тогда скиньте мне ссылку на этот интернет-магазин. Я обязательно туда зайду и, конечно же, в 5 раз куплю дешевле пряжу. Ну, просто вот до смешного, друзья. Ладно, это лирическое отступление. Я не настаиваю, я как бы не навязываю вам. Как говорится, на рынке два дурака. Один продает, другой покупает. Поэтому я вам дала информацию, а уж где покупать, это ваше дело. Ну, а я восторгаюсь этой пряжей, к обле Семеновской, кстати, это наш российский производитель, что очень-очень радует. Не страшны нам никакие санкции. У нас большая страна, в ней все есть, и я думаю, что мы сможем прожить и с этими санкциями. Конечно, нужно будет перестраивать логистику и так далее. Ну, мы помним лихие 90-е, как-то мы выживали. Я думаю, что и в этот раз со сложившейся ситуацией в стране, тоже все будет у нас хорошо. Два лаптя, как говорится, по карте. Это наша земля. Итак, я начала вязать, уже покрывала на эту кровать. Почему я докупила пряжу? Потому что мне, то, что предоставил магазин, мне не хватило. Сначала я думала, плед. На плед, кстати, хватало вполне. Но когда я приложила вот этот палантин на кровать, я поняла, что нужно полноценное покрывало. И я докупила еще 500 грамм вот этой пряжи, суровой, называется цвет суровый, 25-й. Это я говорю про вот эту пряжу. А вот эта желтенькая пряжа, это цвет шампань, шампанское. Уже я сейчас, если без очковую вижу, так, 30772. Это я говорю про вот этот желтенький цвет, из которой связан палантин. Пряжа кобле, семеновская фабрика. 430 метров, по-моему, в 100 граммах. Да, 430 метров. Очень хороший метраж. И что меня радует, друзья, вязание крючком, это значит плотное полотно. Я спокойно могу бросить этот палантин в машинку и ни о чем не думать. Тем более, это хлопок. Это никак не вытянется. В каком виде это будет, в таком и останется. Это в отличие, если вязать тот же плед спицами. Как его потом стирать, конечно же, вопрос. Потому что, во-первых, мало того, что объемная вещь, еще и это может растянуться. И как это сушить? А вот эту вещь я спокойно, вообще ни о чем не думая, брошу в машинку, как и эту накидку, как и следующую вещь. Вот это большое покрывало на кровать. И все будет хорошо. В этом я точно уверена. Ну, а теперь, значит, сколько здесь мотивов? В этом палантине. Давайте пока про палантин. Здесь 14 вот таких мотивов. Вы меня спрашивали, а как рассчитать, сколько мне нужно на покрывало. Друзья, ну, покрывало разные бывают. И 2 на 2, и 2 на 2, и 2 на 2, и там евро размеры, и какая у вас кровать. Вы же сами можете сделать расчет. Я скажу, сколько весит один мотив и какого он размера. Значит, в сшитом состоянии, когда я все это дело отпарила утюгом, мотив увеличился. Я там как-то в видео говорила, что он 28 сантиметров. В общем, 30 сантиметров квадратик. 30 на 30 весит около 40 грамм. Там 38-40 грамм. Вот и делайте самостоятельно расчет. Вы спокойно можете рассчитать, сколько вам пряжи нужно. Итак, 30 на 31 мотив весит, пусть будет 40 грамм. Лучше пусть будет запас больше, пусть у вас останется. Но еще учитывайте, что здесь, видите, здесь вот такая обвязочка. То есть сначала связались мотивы, потом они сшились между собой, потом я сделала обвязку, на нее тоже уйдет много пряжи, поэтому 200-300 граммов, это у вас, если на большое покрывало займет, то учитывайте это. Вот если говорить про вот этот палантин, то есть вот считайте, 14 квадратов на 40 грамм, это что у нас получается? 400 и 4х4 16, 560 грамм, это только мотивы весят, а сам палантин 700 грамм. То есть что у нас получается? До 600 не хватает 40 грамм, и там 200. 240 грамм у меня заняла вот эта вот обвязочка столбиками без мотива и вот эта вот бахрома. Давайте расскажу, как я вязала бахрому. Я сначала думала, ну обычную бахрому сделать, нарезать вот эти вот ниточки, потом крючком, все это дело прицепить к краю, да, а потом подумала, что при стирке это может высмыкнуться, это может как-то обваляться, и это будет некрасиво. И что я сделала? Я просто провязала это столбики, воздушные петли, просто воздушные петли, и крепилась к краешку глухой петлей, слепой петлей. То есть что я делала? Я делала 20 воздушных петель и соединительный столбик. Шагала еще на следующую петельку, опять делала 20 воздушных петель и соединительный столбик в следующую петлю. То есть шагаем не в эту же петлю, а шагаем, иначе у вас очень много ниточек уйдет на вот это все дело. И вот эта моя бахрома, она теперь просто никогда никуда не денется, потому что это вязаная бахрома. Вот. И с этой бахромой, ну очень красиво смотрится этот палантин. Ну красота! Видите, здесь вот так вот вырисовался вот эта обвязка столбиками без накида, вырисовался вот такой вот воротничок шалька с этой бахромой. Ну просто красота красивая. И да, чтобы этот палантин, как говорится, не делал вам нервы, сделайте здесь либо какую-то петельку, либо, вот как я здесь пришила, магнитную кнопочку, которую я покупала как-то на Алиэкспресс. Она очень мощная. И, естественно, с изнанки. Пришейте только очень аккуратно, иголочка. Видите, с этой стороны ничего не видно. И с изнанки у вас будет вот такая магнитная кнопка. Накинули палантин, вот щелкнули, и все. Вы спокойно прогуливаетесь по берегу моря, сидите где-то в кафе. Вечером вам тепло, вы наслаждаетесь, ну и, конечно же, чувствуете взгляды. Очень восхищенные, может быть, где-то даже завистливые взгляды, потому что такой палантин, ну, мало где можно найти. Так, об этом я рассказала. Что-то еще хотела об этом палантине рассказать, не вспомню. Ну, вот смотрите, вот столбиками без накида сшито это полотно. То есть, собираем вот так. Сначала все мотивы по вертикали, потом все мотивы по горизонтали. Связываем их вот этими столбиками. Также палантин красиво можно уложить не просто как накидку, а может быть как шарф. Очень красиво смотрится. Даже, мне кажется, очень хорошо будет смотреться на пальто, куртку. Пока нам не нужна такая слишком теплая вещь, как зимой. Все-таки это хлопок, он мало греет. Но вот для такого периода осеннего, там, октябрь, сентябрь, когда будут прохладные дни, вполне очень красиво смотрится. Так что, друзья, вяжите, вяжите с удовольствием. Можно пледы вязать детские, потому что пряжа, ну, очень мягкая, друзья. Это такая микоська. Все, заговорилась, заговорилась. Сейчас будем рассматривать этот палантин как домашний декор, как текстиль. И вы увидите, как это смотрится уже на диване. Хочу напомнить, что мастер-класс очень подробный, по петельной, на вот этот мотив, есть на канале. Ссылочку я обязательно оставлю либо в подсказках, либо в инфобоксе, либо в первом закрепленном комментарии. Так что, обращайте на это внимание, на первые закрепленные комментарии. Там иногда ценная информация бывает, какие-то грехи, где-то я что-то неправильно сказала или забыла сказать. Все это корректируется в первом закрепленном комментарии. Поэтому всегда обращайте внимание на первый закрепленный мною комментарий. Подробнейший мастер-класс. Вот. Схему я оставляла также в каком-то из видео. И вот этого мотива, этот мотив вообще вяжется очень просто. И вы можете вязать до разных нужных вам размеров. Специально подбирала такой. Так что, все есть на канале. И вы сможете связать эту красоту. Либо палантин, либо накидку. В общем, я желаю вам успеха. Итак, дорогие друзья, посмотрите на эту красоту. Ну, просто это совершенно другой диван. Вот так вот солнышко добавилось в нашу кухню. Получился замечательный комплект с вязанными подушками. Вот эту подушку мы с вами шили из блузки, из рубашки. Так что, не выбрасывайте старые рубашки. В общем, вот такая красота. Старая штора послужила мне здесь чехлом на диван. И теперь нет необходимости пришивать мне пуговицы, которые я отпарывала, чтобы постирать чехол. значит, друзья, вы спросите, как как же снимать эту наволочку. Конечно, я думала на эту тему и разные кнопки придумывала и тому подобное, что-то, какие-то запахи делать. Но потом решила мне проще развязать вот этот один шов, снять наволочку и просто потом опять все это дело крючком соединить. Не так-то часто будут стираться эти наволочки. Конечно же, когда-то запачкается, это все понятно и нужно будет снимать. Но я решила, что легче как бы все это дело развязать, распустить. Я здесь делала большой запас нити. Ниточка осталась. Вот, кстати, те 100 грамм. 140 грамм у меня осталось от полутора килограмм. Было полтора килограмма. Вот, считайте, что-то 1,360 это вот получилась вот эта накидка и две подушки. Подушки, конечно, громадные. Вот, еще по поводу значит, вот этих столбиков без накида. Вот, обвязочка, это столбики без накида. Вот здесь на углах я просто делала 3 воздушные петли и потом под них вязала по столбику. Не по 2, а по столбику. В следующем ряду под эту арочку из 3 воздушных я вязала 1 столбик без накида. Опять делала 3 воздушные петли и под эту же арочку еще 1 столбик без накида. Вот так я делала повороты на углах. вот вы видите вот обвязанные мотивы идет обвязка столбиками потом сделала еще ряд столбиков с одним накидом. То есть вот так вот заканчивается. Почему здесь ряд столбиков без накидов чтобы не заворачивалась. После того как я провязала столбиками без накида вот здесь немножко стало заворачиваться полотно потому что плотное и чтобы это избежать я еще сделала ряд столбиков с накидом. очень хорошо гармонирует и выпуклость какая-то появилась. В общем вот такая обвязочка как делать бахрому я вам уже рассказала. С изнанки она тоже смотрится достаточно аккуратно. Много времени у меня ушло наверное целый день я вязала только бахрому потому что длинный ряд но оно того стоило. Сначала делала без бахромы и как-то ну вы знаете вот как будто чего-то не хватало. С бахромой это завершенное уже полотно в общем вот так красиво сейчас это смотрится и этот комплект конечно же ну нигде вы не купите сделан вашими руками и очень очень приятно здесь сидеть ну просто просто очень все хорошо так что друзья вяжите присмотритесь к этой пряже воспользуйтесь скидкой кому это интересно опять же повторюсь я не навязываю я просто доношу вам информацию я купила эту пряжу на озоне намного дороже чем в мире вышивки на вайлберис вообще этой пряжи я не нашла так что я на этом буду заканчивать сегодняшнее видео я надеюсь вам было интересно еще раз благодарю магазин мир вышивки за предоставленную пряжу я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была Елена Сидникова пока пока пока